Здравствуйте, уважаемые телезрители! Первый день Кавказского инвестиционного форума для делегации Крачаева-Черкесии прошел максимально насыщенно и плодотворно, возглавляя делегацию глава республики Рашид Тимрезов. И сначала он у стенда нашей республики провел встречу с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком, где рассказал о социально-экономическом развитии региона, затем уже в присутствии вице-премьера подписал очень важный для нашей республики документ, а именно соглашение о строительстве аэропорта. Реализация проекта начнется уже в этом году и новый аэропорт, безусловно, станет важным элементом развития не только тур-отрасли, но и всей экономики республики. Очень важное событие только что произошло. Вы знаете, что в Крачаеве-Черкесии активно развивается курорт Архиз. И, конечно, для того, чтобы комфортно и в короткие сроки можно было бы гостям приезжать, необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. И вот наличие аэропорта вблизи горнолыжного курорта – это очень важный объект инфраструктурный. Сегодня было подписано соглашение о начале реализации этого проекта. И это, еще раз хочу подчеркнуть, один из результатов проводимого Кавказского инвестиционного форума, ради чего, в принципе, и проводятся такие мероприятия. Я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина, председателя правительства Михаила Владимировича, вас, Оксана Валентиновича, команду Министерства экономического развития, ну и, конечно, наших партнеров аэропорта регионов. Я думаю, вот этот старт, который сегодня мы с вами были очевидцами подписания соглашения, думаю, мы его реализуем, и, как вы отметили, это пойдет на благо развития не только субъекта Российской Федерации, не только округа, но и всей страны нашей. Важно отметить, что на данный момент проект аэропорта – это крупнейший инвестиционный проект в истории нашей республики. Сама воздушная гавань будет одной из самых современных в стране. Евгений Александрович, расскажите про дизайн этого аэропорта, чем он будет отличаться, какая удивительная там изюминка. Ну вот вы, если посмотрите на него и сравните со нашими стандартными терминалами, вы сами поймете, что это уникальная архитектура. Архитекты у нас вдохновлялись, как это ни странно, семечком хвойного дерева. Да, и вот это, собственно, такая родилась форма, будет замечательно у нас внутренний двор. А с точки зрения функциональности он полноценный современный терминал с стойкими регистрациями, зонами ожиданиями, тремя телескопическими трапами, поэтому будет все очень удобно, компактно, интересно. И это будет, безусловно, изюминка для развития, в том числе, туристического кластера, который развивается на территории республики. Ввод в эксплуатацию аэропорта намечен на 2028 год. Это позволяет рассчитывать на кратное увеличение турпотока в наш регион, особенно с учетом того, что параллельно будут развиваться и сами курорты. К 27-му году мы планируем расширить горнолыжный компонент вдвое. Это будет плюсом 30 километров горнолыжных трасс, порядка шести канатных дорог. И турпоток, по нашим прогнозам, вырастет до полутора миллионов туристов в год. К 2030 году, мы надеемся, на ввод в эксплуатацию к 28-му году аэропорта, туристический поток, по нашим прогнозам, вырастет вдвое и достигнет двух миллионов туристов в год. Мы очень надеемся на аэропорт, благодарим правительство республики, главу республики за подписание сегодня на Кавказском инвестиционном форуме этого важнейшего для нашего будущего курорта соглашения. Также в рамках форума проходили многочисленные панельные дискуссии, круглые столы. В частности, состоялся круглый стол по теме развития отечественной отрасли промышленного садоводства, где Карачаево-Черкесию ставили в пример, как регион, где эта отрасль бурно развивается, имеет отличные перспективы, особенно с учетом будущего строительства на территории региона крупного плодохранилища и увеличения площадей под сады. Карачаево-Черкесия ворвалась, скажем так, в отрасль садоводства и показывает один из самых высоких сегодня показателей по росту закладки садов. И самое главное, что Карачаево-Черкесия взяла курс на развитие именно современных технологий, современных садов. Это позволит в кратчайшие сроки достичь нам показателей продовольственной безопасности. Сегодня Карачаево-Черкесия – это достаточно заметный игрок. И хотелось бы сказать, что здесь мы представляем один из самых масштабных на юге Северном Кавказе, да и в России в целом, проект, который сегодня признан приоритетным, стоит на контроле у председателя правительства. Это реализация закладки тысячи гектар садов и строительство плодохранилища мощностью 60 тысяч тонн. Это село Талык, Прикубанского района в Карачаево-Черкесии. Это будет самый крупный, самый экологичный проект в Европе. Кроме того, Рашид Тимреза в ходе Кавказского инвестиционного форума принял участие в панельной сессии «Спортивный Кавказ» с участием министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева. Из названия, наверное, понятно, что говорили в частности о развитии спорта. Федеральный министр отметил, что Кавказ всегда являлся кузницей талантов, кузницей многочисленных олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Но с учетом особых климатических, географических условий, Кавказ может стать еще и местом подготовки сборных команд в различных спортивных дисциплинах. Ну и, конечно, Рашид Тимрезов также рассказал о развитии спорта. В частности, он отметил, что за 10 лет при участии регионального и федерального Минспорта в республике появилось более 150 объектов спорта, а число занимающихся спортом выросло в 5 раз с 11 до 57%. И, конечно, эта тенденция продолжается с учетом того, что инфраструктура развивается. Вот и в ходе панельной сессии при поддержке Министерства спорта стало ясно, что Карачаево-Черкесия в рамках реализации федерального проекта «Я выбираю спорт». Здесь у нас в регионе планируется строительство сразу двух объектов. Это физкультурно-оздоровительного комплекса с использованием механизма государственно-частного партнерства и объекта физической культуры и спорта в рамках концессионного соглашения. Эти объекты будут представлять собой самый крупный в республике единый спортивный кластер, который будет расположен в новом строящемся на 35 тысяч человек микрорайоне «Северный», а срок реализации до 2028 года. Ну и уже затем глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел еще одну рабочую встречу на сей раз с генеральным директором акционерного общества «Дом.РФ» Виталием Леонтьевичем Мутко. Стороны обсудили различные форматы взаимодействия региона с компанией. Ну и, конечно, в присутствии Рашида Тимрезова и Виталия Леонтьевича Мутко, исполняющие обязанности председателя правительства Карачаева-Черкесии Евгений Поляков и директор компании «Дом.РФ по развитию» подписали соглашение между правительством Карачаева-Черкесии и корпорацией по строительству объектов теплоснабжения в микрорайоне «Северный» на территории Карачаева-Черкесии. И это соглашение позволит профинансировать инженерную инфраструктуру в новом строящемся микрорайоне. Это очень выгодно. Эти деньги сейчас, а возврат в течение 15 лет – это такая хорошая инвестиция. Это первый проект, 1,2 миллиарда рублей, микрорайон «Северный». Я думаю, что если у нас это пойдет, я думаю, что переспеки, мы сейчас обсудили, можно вкладываться и в другие проекты. Во-первых, Виталий Леонтьевич, я хочу раздеть вам и всей вашей команде слава и благодарности за ту работу, которую мы ведем с Дом.РФ. Это не только инфраструктурные объекты, это еще и строительство гостиниц, и в Донбай, и в Архызе, развитие туристической инфраструктуры. Ну а здесь, да, вот в данном случае, ну вы слышали цифру, 5 тысяч семей, которые воспользуются реализацией этого проекта и будут в новом микрорайоне со всеми условиями там проживать. А 5 тысяч семей, вы сами понимаете, что это у нас как минимум 20 тысяч человек. Поэтому, Виталий Леонтьевич, спасибо вам большое. Ну и завершал этот рабочий день большая пленарная сессия «Большой Кавказ от моря до моря», в котором принял участие, конечно же, и глава Крачева Черкесии Рашид Тимрезов. Говорили, конечно же, о Кавказе, о развитии. Вице-премьер Александр Новак отметил, что Кавказ – это жемчужина России, имеет практически безграничный потенциал, с ним согласились все присутствующие. И в целом, это очень полезная пленарная сессия, на котором было рассмотрено очень много важных для развития всего Кавказа вопросов. Завтра, во второй день форума, ожидается не менее насыщенная программа, где делегация Крачева Черкесии также примет участие в большом количестве разных мероприятий. Ожидается подписание еще ряда важных документов. Завтра ожидается приезд сюда премьер-министра России Михаила Мишустина. Одним словом, второй день также будет плодотворным. И все самое важное, все самое главное, конечно же, мы постараемся оперативно вам рассказать. Азрет. Северокавказский федеральный округ занял первое место по достижению целей развития экономики за 2023 год. Это результат прекрасный. В его основе решение принято и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и добросовестная командная работа глав северокавказских регионов. Как бывший губернатор, знаю, что без губернатора, без главы республики ничего невозможно. Поэтому и вам спасибо в вашем лице. Рашид Борисович всем главным.